Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, идет черная пятница, за сегодня я выложил уже три видоса, это четвертое видео, если вы смотрите его, просто потому что зашли ко мне на канал, каким-то образом минуя уведомления, и вы не прожимали на колокольчик, то знайте. Максимум три видео в день можно выкладывать на ютуб с уведомлениями, все остальное проходит без уведомлений к подписчикам и постоянным зрителям, поэтому заходите на мой дискорд сервер, там постоянно публикуется информация со ссылками, с превьюшками, которые информируют вас о том, что вышел новый видос, не пропускайте видео, они помогут вам принимать взвешенные решения в отношении того, стоит покупать или нет. И поскольку у нас идет черная пятница, здесь огромное количество машин, я решил делать краткие обзорчики на каждую из этих тачек, и первая у нас будет ВК-9001П. Почему эта машина? Потому что клинка я считаю лучшим предложением черной пятницы по сочетанию цена-качество, по играбельности, да я вообще в принципе клинка считаю одной из лучших машин в нашей игре, и уж точно самым крутым тяжелым танком на 10 уровне, кто бы мне там что ни говорил. Он умеет прощать ошибки, он имеет хорошее орудие на 460 альфы с пробитием в 275, у него пускай не сильно крутой ДПМ в 2590, но зато он легко реализуем, и время перезарядки в 11 секунд на данной машине, с учетом того, насколько хорошо она забронирована, пережить действительно не сложно. Ну что, друзья, давайте сейчас убедимся, куда мы попадем в обычный бой, ну и поехали попытаемся клинка реализовать. Ну что, друзья, погнали, что хочется сказать про клинка. Ну, во-первых, ему добавили прикольную механику, которая не увеличивает разброс в случае, если вы движетесь с определенной граничной скоростью, в частности, сдавая назад. Это действительно очень удобно, потому что у клинка заднее расположение башни, и вот когда вы отъезжаете вот так вот, допустим, назад по чуть-чуть, то ваш разброс не увеличивается. Это действительно очень приятно. Сейчас попробуем сбить, сбить немножечко захватик фугасом, вот так вот, для того, чтобы нашим ребятам намекнуть о том, что было бы неплохо точечку какую-нибудь занять. Ну ладно, не хотим занимать не надо, что хочется сказать еще про клинка. Хочется сказать, что помимо вот этой вот приятной механики, которая действительно способствует в боях, у клинка еще есть парадоксальная, я бы сказал, уникальная способность прощать ошибки новичкам. Тем ребятам, которые допускают ошибки часто, клинок их вполне спокойно прощает и не требует от них прям супер какой-то скилловости. Если вдруг вы где-то что-то неправильно сделали, то даже если вы не особо умелый игрок, разобрать вас будет сложновато. Ну а если вы научитесь играть с задним расположением башни, если вы научитесь становиться ромбом правильно, то, поверьте мне, клинка выковырять из какой-нибудь позиции, ну прям в край сложно. И когда я захожу в бой и вижу против себя в команде соперников клинка, я понимаю, что бой особо легким не будет точно. Такс, что тут у нас? Стоим, моя попытка что-то сделать в отношении сбитого захвата и так далее не увенчалась особым успехом. Может там какого-то урона я и накинул фугасом, но такого сугубо символического, я бы сказал, чисто поцарапать краску и не более того. Вообще у клинка ДПМ, как я говорил, не сильно большой, то есть сказать, что это ДПМная тачка, нет, абсолютно не ДПМная, но стоит отметить, что данный ДПМ, который у нее есть, реализуется ну прям вообще налегке. Ну просто потому, что он действительно живучий, его очень тяжело отправить в ангар, ну и соответственно это позволяет за время боя сделать достаточное количество выстрелов. Сейчас немножко жадничаю, но оно того стоит, просто потому что 50 ТП мне здесь вообще не нужен сбоку, ну и соответственно пришлось немножко пойти в размен. Забрали товарища, это уже хорошо, теперь кто там у нас еще есть из желающих леща отхватить. Так, отходим, отходим, этот товарищ может меня проковырять, но не сильно. Если, ребят, говорить откровенно, то я клинка считаю лучшей машиной на 10 уровне. Он не требует от вас какой-то высокой сноровки, он не требует от вас супер больших познаний в игре. И даже если вы там проскочили вполне спокойно 8, 9 уровень и сразу прыгнули на 10 играть именно на этой тачке, то сложности у вас особых не будет, ну вот просто не будет, потому что он их вам не принесет. Может не самый выдающийся бой, но поверьте мне, вот этот спокойный, уравновешенный геймплей, он как-то расслабляет и именно от этого получаешь удовлетворение. Ты реально в боях не особо напрягаешься, в этом нет просто необходимости. У меня было достаточное количество боев, в которых меня окружали и даже в случае, когда меня окружали, понятное дело, что победить у меня не получалось, потому что против двоих-троих соперников особо не попрешь, когда тебя зажали с трех сторон. Но факт заключается фактом. Несколько тычек в ответ я успевал делать, потому что даже те ребята, которые были у меня в корме, они не могли меня нормально разобрать. Большой запас прочности, просто уникальная бронированность данной тачки. Ну и, короче говоря, крайне испорченное настроение тех ребят, которые с вами столкнутся лбом-колбом в боях. 2340 единиц урона, да, я никого не уничтожил, мы одержали победу, я вполне спокойно занял первое место в команде по урону, чему очень доволен и чему очень рад. Короче говоря, клинка рекомендую брать всем. Я побежал снимать следующий экспресс-обзорчик на следующую тачку, ну а вы, друзья мои, ничего не пропускайте, зарегистрировавшись на дискорд-сервере. Вам это однозначно поможет. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.